ПРОДОЛЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯ И слова вам реально пригодятся, если вы будете писать эссе и всё такое. Ладно, меньше слов, больше дела. Поехали! Прежде всего, слово, на котором базируется сегодняшняя тема – technology. Это, конечно же, существительное – noun, и оно является неисчисляемым – uncountable, то есть его нельзя просто так взять и посчитать. Что такое технология? Это очень обширное понятие. Этим может быть как tools – инструменты, machines – машины, или какая-либо информация – information, которая упрощает работу и просто улучшает нашу жизнь. Также из этого слова вытекает прилагательное – technological – технологический, но о нём мы поговорим немного позже. Давайте разделим выражение, связанное с технологией, на две колонки. В одной, где улыбающийся смайлик, будут только позитивные фразы и слова, то, что мы любим в них, а на тёмной стороне – негативные виды технологических штук. Итак, первое слово – это state of the art. Означает, что что-то делается по последнему слову техники. Также является прилагательным. Например, нынешний момент, когда я снимаю это видео, это, наверное, Oculus Rift. Такие очки виртуальной реальности, которые уже продаются, и я могу сказать – this is state of the art technology. Возможно, через пару лет появится Oculus 2 или 3, тогда всё изменится. Но сейчас это является современным уровнем в сфере техники – state of the art. Следующее слово – это the latest. Оно чем-то схоже с предыдущим и также прилагательное. Означает что-то новое, последнее. К примеру, have you bought the latest iPhone? User-friendly – означает какую-либо вещь, интерфейс, например, которым очень просто пользоваться. И дословно переводится как «дружественный к пользователю». Например, wk.com is very user-friendly. Вы, конечно, можете не согласиться, но большинство пользователей этой социальной сети считают, что она очень удобная и простая в использовании. Первое слово в отрицательной колонке – это obsolete. Ну, например, obsolete computers are very laughable. Устарелые компьютеры выглядят очень смешно. Означение этого слова очень простое – старомодный, устарелый. Ну, например, у моего дяди есть целая коллекция видеокассет. Если вы помните, были такие VHS. Они не используются сейчас. Мы их смотрим в фильмы в интернете или изредка на DVD-дисках. И последнее слово на сегодня – это клетч. Есть предположение, что слова «глючить», «глюк» перекочевали именно с английского. Итак, «глечес» является существительным, и оно означает какую-либо проблему, сбой или глюк. Чаще всего это связано с компьютерами. Я вас приглашаю на сайт пройти упражнение по сегодняшней теме – практиковаться на puzzleenglish.com, чтобы эта информация буквально въелась в ваш мозг. Еще увидимся. See ya! Субтитры сделал DimaTorzok